Здравствуйте, уважаемые земляки! Сегодня снова с вами я, Санава Бушиев и наша передача разговоры о политике. Да, давно действительно не выходили в эфир. И сегодня эта передача в рамках предвыборной кампании. И это интервью, эта передача пройдет как агитационный материал. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Михайлович Мархаев. Это знаменитый, очень авторитетный политик, представитель Коммунистической партии Российской Федерации. Я являлся сенатором Иркутской области в Совете Федерации и знаменит на всю Россию, как человек, который единственный из представителей Совета Федерации проголосовал против пенсионной реформы, который смело, без определенной трусости, говорит правду, защищает интересы народа. Сегодня Вячеслав Михайлович, так же как и я, является кандидатом в депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации, возглавляет территориальную группу номер 4. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович! Здравствуйте, Мандерт! Самый первый вопрос, который я хотел вам задать, мы с вами еще с прошлого года говорили об интервью, я даже своим подписчикам говорил на канале у нас, о том, что Вячеслав Михайлович готов дать интервью, и у нас получается так, что мы сейчас разговариваем именно в рамках предупрежденной компании, я думаю, что это очень хорошо и это очень актуально. Вячеслав Михайлович, вот всех моих друзей, знакомых, кто вас знает, кто меня знает, очень радует то, что у нас в политике есть такой человек, как вы, который смело говорит, который говорит об интересах народа. И вот главный вопрос, почему? Почему у нас в политике именно в высших эшелонах власти? Мало таких людей. Нет таких людей, которые действительно действуют в интересах, в истинных интересах Российской Федерации. И как вы не стали таким, как многие другие те же сенаторы и представители Государственной Думы? Вообще власть как таковая? Откуда столько мужества, оттуда столько смелости? И чем вы руководствуете? Я впервые в Калмыкии, и это было достаточно давнее желание. Если я мечты скажу, наверное, не все могут поверить в это. Но действительно, я... Очень много здесь знакомых друзей, и мы братские народы. И я в городе рад, что приехал, но так уж получилось. Это период выборной кампании. И я говорю о том, что лично моя семья, наш род, обнес тоже лепту. Моя сестра здесь работала в школе. Много у нее благодарных учеников. И вот я сегодня на вашей благодатной земле. Относительно того мужества, которое вы говорите, да? Ну, я вообще считаю, это мужество слишком громко. Есть позиция. Есть позиция. И позиция складывается с учетом, как живет наш народ. Мы знаем о том, что наш народ претерпел немалые трудности в истории развития нашего государства. И учитывая совокупность сети момента, и учитывая то, что мы являемся одной из самых богатых стран, богатых стран, и мы задаемся вопросом, а почему живет наш народ плохо? И почему народ старшего поколения, которое категория относится к отруженикам тыла, детям войны, в этих условиях, являясь поколением победителей, и вот так живут. Поэтому не надо большого мужества понимать этого и делать все возможное для того, чтобы попытаться объяснить своим коллегам по корпусу Государственной Думы, в Совете, позже в Совете Федерации, объяснить, разъяснить, как мы можем принимать вот такие законы, которые относятся к разряду антинародных законов. Но об этом, я думаю, что достаточно много известно, и это и возраст пенсионной, НДС, цифровая колония, и ни один закон новой истории не приняли, который бы в некой степени ухудшило, утяжелило ситуацию дворовым нашим олигархам. Поэтому, если в начале деятельности Владимира Владимировича Путина было всего лишь 9 долларов, миллиардеров, а сегодня далеко за 100. Почему так произошло? Поэтому позиция, она была, и мы мотивировали, объясняли нашим коллегам, что нельзя, недопустимо. И как вы, принимая вот такие законы, планируете приехать в свои регионы, и отчитываясь перед избирателем, перед населением, которые вас делегировали туда, вам сказать будет нечего. И вот формирование нового состава Государственного Думы как раз именно та возможность, сегодня, та возможность отменить все те законы, которые были ранее приняты, ранее приняты, это возможно процедурно, в соответствии с регламентом, и принять те необходимые законы, которые бы поддерживало наше большинство, большинство, и выполнялись те нормы Конституции, которые есть, такие как нормы, недра, природные ресурсы, должны принадлежать нашему народу. Единственный источник власти, это наш многонациональный народ, и мы являемся социальным государством. К сожалению, вот те основные постулаты нашей Конституции выполняются крайне слабо. И мы задаемся вопросом, а почему? И таких почему предостаточно? Очень много. Вячеслав Михайлович, сейчас в рамках предвыборной кампании я, как кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации, которую сегодня называют оппозиционной, сталкиваюсь, не только я, но и Николай Админиев, вся наша партия, сталкивается с глубочайшим, огромным административным давлением. На меня уже три жалобы в избирательной комиссию поступило. Сегодня утром мне позвонили, написали сообщение работники правоохранительных органов в нескольких районах, то, что с тем, поясняли то, что министр, сам министр дает команду, министр МВД, дает команду привлекать к ответственности тех людей, которые были с нами на встрече. Вы, как работник полиции, как Вы прокомментируете такие ситуации, такие обстоятельства? Я думаю, мое личное мнение, что они же полицейские, дают определенную присягу в интересах народа. Почему действуют так? Почему они лояльны к власти? Почему они идут на поводу власти? Вот этих почему можно задавать и задавать. Поэтому, к сожалению, мои коллеги из органов внутренних дел, конечно, работают в непростых условиях, непростых условиях, и в значительной степени немало делается, в том числе рискуя собственной жизнью. Но в политических целях является неким инструментарием для подавления просто представителей оппозиции. Это недопустимо, уважаемые коллеги. Это преступно. И я думаю, что есть много чем заняться. Немало проблем, где можно проявить усилия и настойчивость в тех же раз, как и преступления и по обеспечению общественного порядка и безопасности, но не заниматься вот такими вещами. А то, что мы делаем в рамках дозволенным законам, реализации федерального закона о политических партиях, мы встречаемся с нашими избирателями, так как и вы, Санова Валерьевича, являетесь кандидатом в Государственную Думу. Я являюсь. Николай Горнеевич в первом секторе Калмыцкого Республиканского комитета КПРФ. И у нас есть определенные права и полномочия. Поэтому и в том числе он является замруководителя Хурала. Это встреча с собирателями, отчеты и так далее. Поэтому сегодня вот та ситуация, которая слаживается, и таких инструментариев, как полиция и других предостаточно. Вы же знаете, что Росгвардия достаточно жестко работает. И это в некой степени является политической дубиной для инакомыслящих. Но это, еще раз хочу сказать, лучшего не будет. Лучшего не будет. Поэтому это нарушение наших прав, наших прав, прав избирателей. И просто их надо отправить к нормам закона. К нормам закона. Ну, а то, что они слепо и тупо порой выполняют волю и власть имущих, это недопустимо. Потому что в соответствии законам в соответствии с Конституцией на вас возложены необходимые задачи, которые говорят об обратном. Не о ущемлениях, инакомыслящих, говорящих правду. Правду. Росгвардия сегодня больше, чем в сухопутных войсках. в полном состоянии. Это большое количество тех, которые бы занимались необходимым делом, как внутри страны и как вне нашей страны. Немало проблем и вопросов, но они сегодня занимаются именно ведением порядка внутри собственности страны. И очевидно, власть сегодня боится собственного народа. в этом условиях закона мы должны провести выборы, и наш народ кого изберет, и те должны выполнять то высокое доверие в наши избиратели в высшем законодательном органе, принимая нужные, нормальные те необходимые законы, которые ведет народ. Мишелан Михайлович, да, я согласен, Росгвардия имеет сейчас такие функции, но вот у них ведь тоже есть супруги, дети, родители. Что бы вы им сказали именно с этой позиции? Как пенсионерам бы? У них есть близки, но у них есть отец-командир, который говорит, нужно делать так и я так. Поэтому вот это некая эмоциональная составляющая о том, что вы принимаете, значит, вы специально подготовлены люди и ваши усилия направлены на беззащитных людей, простых, старшее поколение, женщин, подростков, подростков, ну и те, кто просто говорит правду. Поэтому хотелось бы просто обратиться, да, уважаемые мои коллеги, я дал служение Отечеству в органах внутренних дел, практически 30 лет, служил в разных должностях, с должности участкового инспектора по делам несовершеннолетних, руководил и отдельным батальоном патрульной службы, отрядом милиции особо, на начале седьмом году, шел в отставку в должности заместителя министра внутренних дел республики Бурятия. И в основе деятельности всегда было положение прохождения службы органов внутренних дел и тот закон, который регулирует наши действия в различных условиях. Но когда мы видим о том, что вы превышаете полномочия, избивая просто беззащитных людей, беззащитных людей, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, это просто недопустимо. Вы служите закону и вы должны гордо служить, но не переходя вот те нормы закона и те полномочия, которые вы обеспечены. Но бывает разное, бывает разное. Моя история, когда я был командиром Бурятского МОНа, дали команду о том, что обеспечить вывоз тибетского атласа. Три копии всего лишь в мире вот этого тибетского атласа наиболее полная версия была в республике Бурятия и дают команду обеспечить командиру ОМОН вывоз тибетского атласа. А до этого ситуация была такова, что санхи препятствовали и говорили, что это достояние народа. Поэтому мы отказались выполнять данные противозаконные указания и мы отказались. Отказались. И говоря о том, что надо вступить в диалог, это политический момент, это достояние народа. Поэтому мы не можем слепо выполнять указания определенных кругов, которые просто нарушают свои полномочия. Мы не должны быть инструментарием в руках вот этих людей. Поэтому хотелось бы обратиться, чтобы принимая решение, но есть же факты, когда в нашей России многие профессионально подготовленные люди, но видят, что ситуация она из-за разряда вон выходящих, просто не принимают решение в разгоне, в избиении. В избиении. Поэтому это вас не украшает, когда вы превышаете полномочия и я думаю, что вы значит находитесь на бюджете, на том финансировании, которое обеспечивает имя наше население, наш народ из бюджета. Это не бюджет ваших командиров, командующих и руководителей. Это бюджет, который обеспечит вашу деятельность именно на различных отраслях по поддержанию правопорядка и обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Поэтому вы должны дорожить, дорожить этим и понимать, что вы являетесь представителями народа и содержитесь за счет именно народа. Поэтому на мой взгляд вы должны делать все возможно, чтобы в условиях действующего закона принимать и действовать в рамках только лишь конституционных прав и тех законов, норм и положения о прохождении службы. Согласны ли вы с таким мнением, что иногда чтобы защитить свою родину, интересы своей родины, народа, человеку необходимо идти против власти, против государства? Я думаю, что такие факты можно привести, но мне бы хотелось задать вопрос, а что у нас за власть? Кто те, которые дают такие команды? И кто принимает такие решения? И нужна нам такая власть? Я думаю, что нет. И имея столько проблем и при этом власть за счет штыков, за счет угроз, за счет вот сколько в пространстве России сегодня политически исключено. Я думаю, что такого еще у нас никогда не было. И протестное настроение продолжает расти. И я думаю, что не хватит тех возможных сил, которые могут усменить наш народ. Поэтому нужно думать о народе, нужно думать о решении тех назревших проблем социально-экономического характера. И тогда я думаю, что народ не будет проявлять свое несогласие и свой протест. если государство думает о нем как о народе и делает возможное и создает все необходимые условия, чтобы народ сегодня созидал, творил и так далее. А сегодня мы что видим? Посмотрите кадровую составляющую, нагнетание всех тех, которые ближе к власти, они направляют без ведома нашего народа исполняющими обязанностями во всех регионах, посмотрите кадровые составляющие в сфере правоохранительной системы и так далее. Я думаю, что вы наверное не увидите в регионах ни одного представителя именно тех профессионалов, которые родом именно из этих мест. Это что такое? Это недоверие или еще что-то? Но если они пришли, если вы посчитали, что это профессионально готовые люди, но почему они так действуют? Поэтому это зверь одной степи, придя на любой субъект, они не связывают будущее с этим субъектом и будут выполнять тупо всю волю, которая правильно показывает. Не хотел задать вам этот вопрос о сознании о пенесине. Поэтому они выполняют волю власть продержащих. Это недопустимо. Это недопустимо. Поэтому за 30-летнюю историю создано немалое вот то, о чем мы с вами говорим. Это тупиковый путь, это путь никуда. Поэтому мы сегодня говорим отечество в опасности. Сегодня мы говорим о том, что это последняя возможность мирным путем решить у нас будущее или нет. Почему? Потому что принятие тех законов, принятие тех законов, которые позволяют просто продавать нашу страну, наши земли. Это недопустимо. Это недопустимо. Поэтому возможность есть последнее, еще раз говорю, парламентским путем решить наше будущее. Парламентским путем. Поэтому власть они не не разделяют свое будущее именно с нашей Россией, с нашим народом и должны когда-то дозреть до той ситуации, что пора уже думать о народе. Спасибо за ответ. Хотел спросить вы сами перешли. Муниципальный фильтр. Я знаю, когда я по 19-му году подавали в суд, я изучал ваше дело, по вашему иску, вы являетесь жертвой в кавычках муниципального фильтра. Как вы к этому относитесь? У нас два человека, Владимир Маоцаков не пропустили по муниципальному фильтру и нам Сырманжи тоже не пропустили по муниципальному фильтру. Понятно, что это одна из уловок тех людей, чтобы не допускать достойных людей? Ваши комментарии по этому поводу, поскольку вы так же даётесь таким человеком, что скажете по муниципальному фильтру? У вас, бурятий, сколько процентов? Сколько процентов? У нас 9 процентов максимально. У нас еще поболее. Я, находясь в законодательном органе, в федеральном собрании принимало участие в принятии данного закона. Мы пытались, аргументировали, говорили, наши фракции достаточно наступательно, настойчиво говорят о нецелесообразности принятия данной законодательной инициативы. Но не тут-то было. Они приняли это. Муниципальный фильтр, по сути, в некой степени это желание, они порой не совпоздают с возможностями и так далее. Это подвинуть все политические партии работать на всех уровнях, муниципальных уровнях. Это поселенческий уровень, это и районные уровни, городские круга и так далее. Но на практике данный муниципальный фильтр, он является политической дубиной для оппозиции, для реальных оппозиционеров. Вы назвали те фамилии достойных людей, я тоже о них знаю, я наслышан о них. Поэтому власть делает все возможное и принимает все законы, которые утяжеляют ситуацию оппозиции, но и в некой степени в их понимании облегчают ситуацию Единой России и себе власти. Иначе как понять столько всего, столько проблем в России, нет реальных дел, и эта власть находится столько лет во власти. Ну а если говорить о ситуации по республике Бурятия, у нас был внедрен к нам тоже один из технократов, заместитель министра транспорта России Алексей Цаиныч, Алексей Самбуч Цыденов, и он исполнял обязанности немало времени, а потом прошел на прямые выборы. И получилось так, из 226 необходимых голосов поддерживающих. Но там есть уровень еще на уровне районных советов и глав поселений, не менее это столько районов. Районный муниципальный образовательный образовательный. Да, да, вот это как раз тот механизм, который очень серьезно работает. На этом и попадаются. за нас поддержку из положенного 226 поддержали нас 400, 460, в том числе представители власти. Нас не допускают, значит, не допускают, и, значит, место нас внедряют представители ЛДПР, есть такой Дорож, и представитель коммунисты России, есть такой небезызвестный вам, наверное, Абагдай, да, им раздаривают по 226 голосов, у них на муниципальном уровне абсолютно практически не было в то время, не было, да, разве что ЛДПР всего лишь 6 представителей было на муниципальном уровне поселенческом, им 226 распаковывают из сэйфа те голоса, которые были заблокированы для нас, да, буквально за несколько дней, за 2-3 дни, им отдают, их, значит, они зарегистрированы, и вот, потом всем рассказывают о том высоком доверии нашего населения, поэтому сегодня порога явки нет, нет графы против всех, против всех, и сегодня нормы закона таковы, которые они приняли, да, придет Белый дом во главе у вас с Хасиковым, Бату, да, но и еще и трапезник своей командой придет, проголосуют, но понятно, как они будут голосовать, и эти выборы считаются законными, это, скажите, что это такое, да, это безобразие, уважаемые наши жители, уважаемые земляки, друзья и товарищи. вот такой еще вопрос Вячеслав Михайлович, я, как молодой, молодой коммунист, в 19-м году я только вступил партию, хотя мой отец был коммунистом, и у нас в Калмыкии в связи с репрессиями нашего народа очень недоверчиво относятся к этой партии, я объективно понимаю, что на сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации именно в Госдуме, именно в России демонстрирует нам последовательность последовательности именно о защите интересов населения, это и пенсионная реформа, они голосовали против, обнуление сроков президента, это повышение НДС, коммунисты голосовали против, и вот что вы скажете по этому поводу, и как вы, например, поможете нам, да, членам коммунистической партии, а нам коммунистам повлиять на жителей и чтобы они пришли проголосовать, разъясним, почему надо, почему на сегодня надо голосовать за коммунистами. Были у нашего братского колумбского народа, это были, на наш взгляд, это были не совсем продуманными и преступным деянием, как можно было депортировать в целом народа, да, я понимаю, были определенные круги, определенные слои, которые, может быть, и приветствовали, да, в то время, значит, эту идеологию фашистскую, да, и понятно, что и 17-й год, и прессии, и так далее, к этому подводило, но чтобы депортировать весь народ, да, и даже снимать с тех позиций, которые были на фронтах, и направлять их тоже в ссылку, я думаю, что это было недопустимо, поэтому осознание, понимание есть, что это была трагедия, трагедия, да, но говоря о тех же репрессиях, мы сегодня говорим о том, что партия признает, признает, и вы знаете о том, что многие, вот те, которые были повинны в этом, да, они были привлечены к уголовной ответственности, ответственности, но конечно сложно достучаться, добиться до того народа, который прошел через вот такие трагедии, но тем не менее я бы хотел бы обратиться и сказать о том, что мы были первой страной, которая доказали состоять на сети социализма, да, и вполне возможно могли быть вот такие перекосы, заполитизированность, ошибки и так далее. Мы говорим сегодня об обновленном социализме с учетом всех вот тех моментов, которые были в нашей истории, но сегодня несопоставима с тем, что за 30-летнюю историю эта власть привела народ к нечете, к неверию. Сегодня 60-70% вообще не ходят на выборы, вообще не ходят на выборы и благодаря вот этому пласту людей мы сегодня не имеем большинства в Государственной Думе. Поэтому у нас есть право выбора, будет у нас настоящее или не будет. Поэтому мы призываем поддержать левопатриотические силы. У нас мы не одни, нас поддержали трудовая Россия, поддержали левый фронт, поддержали народ ботетические силы и ряд других общественных организаций и так далее. Мы идем командой, мы идем командой вашей республики, первый секретарь входит в федеральный список, вы входит тоже в федеральный список и большая надежда, что народ вам окажет высокое доверие как атомандатнику, как человеку уже состоявшему с позицией и человеку уже немало сделавшему для нашей Калмыкии, для нашего народа. Но есть возможность сделать еще больше в случае, если вы наши избиратели Калмыкии окажут вам доверие и благодаря вот таких, как вы молодых людей, одержимых, людей понимающих тякоты и проблемы собственного народа, регионов и только благодаря вот таких, как вы, начало вот оздоровления той ситуации в нашей стране, в нашей Калмыкии, Бурятии и в целом нашей России. В основе всегда нашей деятельности было братство народов, интернационализм, дружба, это был залог всех наших трудовых и боевых побед. Поэтому будущее за вами такими, как вы и в нашей республике тоже есть боевцы вяновь, которые делают все возможное, чтобы защищать интересы большинства. Поэтому формирование нового состава, я еще раз подтверждаю, это последняя возможность решить вопрос, будет у нас Россия или не будет, будет у нас будущее, народ ждет перемен. Поэтому мы говорим голосуйте только за Калмыническую партию номер один, но не перепутать с номером десять, Калмыническая партия Российская Федерация отставит. Калмыническая партия коммунисты России, это партия обманка, это партия спойлер, просто они внедрены, чтобы вводить заблуждение. И наш кандидат от Калмыкии под номером девять, это Санал Обушиев. Алексей Вячеслав Михайлович, и вот заключительный вопрос. Активисты, калмыцкие активисты создали наблюдательный полк. Наблюдательный полк за честные выборы. Ваш комментарий по этому поводу. Я думаю, что если будут сформированы наблюдательные полки в нашем, в нашей России, в 80 субъектах, в 85 субъектах, я думаю, что у нас победы будут. Ну, я скажу, это очень смелые люди, это люди, которые сами приходят, которые отзываются, которые говорят, что мы будем стоять, защищать наши голоса. Они понимают, что необходимо их защитить. Мне очень приятно, как кандидат к которому я буду направлять их на избирательное участие. Мне очень приятно. И вот заключение у нас по традиции. Что вы пожелаете населению Калмыкии? Что вы пожелаете населению Республики Калмыкии, калмыцкого народа? Уважаемые жители Калмыкии, братья, сестры, время непростое. время принять для себя непростое решение идти или не идти. Будет у нас настоящее будущее. Все зависит именно от нас. Мы сегодня должны объединить все здоровые силы нашей необъятной Родины России и Калмыкии и всех наших субъектов. и хочется верить в то, что мы вместе с вами можем изменить жизнь в лучшую сторону. Необходимо верить в это. Поэтому нужно всем говорить о том, что нужно идти. Нужно поверить в возможность. Критикую власть дома, мы ситуацию не изменим. Поэтому только вы можете изменить жизнь к лучшему. Вам всем здоровья, благополучия и веры в лучшую жизнь. Ислам Михайлович, от себя лично, от тех людей, которые поддерживают меня, от тех людей, которые поддерживают КПР, я благодарю вас. Низкий поклон вам за то, что вы приехали, приехали нас поддержать. Я считаю, что это очень дорогого стоит. Мне очень приятно, и когда вы на встрече говорите про меня слова, я даже, ну, первый раз в моей жизни такой опыт. Спасибо. Я рад, что был, и я рад, что наконец-то я увидел степи Калмыкии, да, и жизнь на этой благодатности земли наших братьев. Я горд и рад, и горд вдвойне, когда есть такие патриоты, такие наши молодые люди, которые думают о будущем нашей Калмыкии. Вам успехов, я думаю, что мы вместе мы победим. Спасибо, Вячеслав Хал. Дорогие друзья, пользуясь случаем, приходите на выборы, как сказал Вячеслав Хал, 19, именно 19 числа, голосуйте за КПР, Российской Федерации, мы под номером один, и по Калмыкинскому одномандатному округу, это я, Убушиев, Санал, предпоследний номер 9, Сиртну, Сиртсхатнук.